Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы сейчас озвучиваем занятие, которое я вел в Потеряевке. Вот о Рождестве у меня сколько в книгах есть, а это из книг взяты, беседы просто из книг. Три, кажется, сохраненные. Я напоминаю, когда вел занятие в университете техническом, то вступление всегда было молитвой Царю Небесный, Фелемы. И я делал вступление 20-25 минут. 60 проповедей сказал на молитву Царю Небесный, Утешитель Души Истины. И они у меня где-то записанные есть даже. Как? Это Бог делает. 60! Ну и умножь теперь по 20 минут. Одна молитва только. Давай. Бог делает это. Рождество Христа. Первый номер. Мир вам с Рождеством Христовым всех слушателей. Сейчас я прочту из двух Евангелий все, что известно нам о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Это, видимо, я по радио говорил. Вот похоже на это. Дальше. Написано так, программа, составитель, исполнитель, там, Лапкин и прочее. Я три радиопрограммы вел в городе. Не один год. Одна была, две онлайн были. Прямо. А одна была часовая программа. И там коммунисты все возмутились, Лапкину эфирное время больше всех дают. Ни профессора, ни губернатор столько по радио не выступают. Бог. Давай. Для знающих это будет подновлением знаний, а для незнающих как откровение. Библия считается книгой большой. То есть в нее переплет включено 66 канонических и 11 неканонических книг. И если взять среднего размера книгу, то это будет 1570 страниц. А если говорить вот так, как сейчас слышите, это 96 часов звучания непрерывного. И будет прочитана вся Библия. Вот видите, я выдаю какие данные страницы. Я математику очень любил. У меня всегда были пятерки. Я просто на цифрах хочу показать, как это важно. Это значит по радио я говорил. В линейке представление уже. Ага. А если по одному часу в день выходит за 4 месяца, я уже 3 месяца фактически Библию прочитаю. Я за 5 лет не мог прочитать. Как много есть сегодня вопросов у верующих и у тех, кто просто знаком с содержанием Библии. Которые хотели найти ответы на свои вопросы в Библии. Но она молчит об этом. Благодарение Богу, что среди прочих потерянных в Библии книг не были потеряны эти Евангелия, которые нам повествуют о рождении Иисуса Христа от Луки. Ведь я не учился ни ораторскому искусству, ни ничему нету. И у меня вообще образования духовного нет. И вот после выступления на радио, тогда я на телефоне был. И тогда поступали до 30 звонков. И на все надо было отвечать. Это Бог делает. Конечно, были радостные звонки. Один звонит и говорит, я 30 лет проработал здесь на телевидении и на этом. Но вот таких я даже не слышал. У вас и голос, и все. Какой голос, чего. У вас имя поэтическое, там имя, в отчество. Видите, человек расположен, все видит. А который не расположен, в этом же самом увидит. Да что говорит, что, слушайте, козявка такая, его расстрелять мало. Вот видите как, на всех не угодишь. Давай, вперед. От Луки. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление Квериния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и родом Давидова записаться с Мариейю, обрученную ему женою, которая и была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и исполенала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом с великим. И сказал им ангел. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное войнство небесное, славящее Бога и взывающее. «Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу. «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова всей, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Если сегодня спросить верующих, при каком императоре римском случилось величайшее в мире событие, могут ответить – при Кесаре Августе. Хотелось дать пояснение, что Август – это не имя, не фамилия, а это особая честь. По-нашему, как бы в русском народе говорили «высочество» или «предвосходительство». В переводе с их языка означало «священный». Вот краткая биография этого человека, которого звали Октавиан. Он пришел к власти фактически в 43-м году до Рождества Христова. В то время был триумвират, три императора. В процессе борьбы победителем оказался Октавиан. Это случилось в 29-м году от Рождества Христова. Нужно это знать, и каждый это знает. Нет, конечно. Передачи пользовались очень большим спросом. Я как-то разговаривал с одним в трамвае-то, а ко мне один подошел человек, другой – «Да вы по радио говорите, я вас сразу узнал». И меня отсадили оттуда, патриархия выбила оттуда, а сами взамен ничего не могли дать. Да они мертвые, они не могут дать. Как они воевали? Наконец, прямо на студии поставили вопрос – подчинитесь, был епископ Антоний Масенничек. Какое отношение к радиостанции? Ну вот указания свыше, то есть партия дала указания. Партия, компартия, которая образовала патриархию, она все туда поджимала коты. Он был провозглашен римским сенатом по жизненным званиям императора. И только в 27-м году, то есть после двух лет успешного правления, сенат принял решение присвоить ему звание Август, то есть священный. Вот с этим именем он и входит в историю. Мы знаем, что он жил еще после рождения Иисуса Христа 14 лет и умер в августе месяце. То есть практически был у власти 57 лет. Более всех, кто царствовал до него тысячу лет в Римской империи. Считается, что это особое благословение дал ему Господь, мирное и столь продолжительное, царствование за то, что он явился как бы участником исполнения пророчества при рождении Господа нашего Иисуса Христа. Тебе новое здесь есть что? Ну, я это читал уже когда-то. Дальше. Что мы узнаем из этого отрывка из Евангелия от Луки? Мы не знаем, как Август Октавиан верил и в каких богов, потому что в Римском пантеоне насчитывалось в то время около 500 божеств. Быть может, более всего он почитал Юпитера, но в данном случае он послужил для исполнения пророчества, хотя и не знал его. Так случилось при Каиафе, первосвященнике, когда он подал совет, что лучше, чтобы один умер за всех, нежели чтобы все люди попали под власть Римской империи. Это она. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». И это было пророческое слово. Так что кто сегодня является во главе государством, не пропускайте мимо их слова. Но что он сказал, в это нужно вникать. Господь допускает, что даже совершенно неверующий человек, находящийся во главе в власти, может оказаться в пророках. Хотя в Израиле была такая поговорка, первое царство, «Неужели Исаул во пророках?» Для многих это было удивительно, что совершенно незнатный был вчера еще человек, а сегодня он говорит пророчества. Попутно хотелось сказать о пророчествах, связанных с именами в нашем русском государстве. Для знающих историю хорошо известно, что в русское смутное время, в 1612 году, апогеи всяческих неурядиц. Чем-то это напоминало наше недавнее прошлое. И хотя в то время было четыре больших группировки в России, и всякий выставлял свою кандидатуру, но когда помолились, был объявлен трехдневный пост в России по разным княжествам. Внезапно была названа кандидатура из дома Романовых, никому почти неизвестного юноши 16-летнего. И все остальные отказались от своих прежних кандидатов и предложений, и наступило время объединения всех. Так может случиться и с нами в сегодняшнее время, если патриарх объявит пост. Должно быть принесено покаяние за все, в чем мы нарушали заповеди Господни. И был избран из рода Романовых молодой юноша Михаил, Михаил Федорович. Михаил в переводе с еврейского означает «никто, как Бог». То есть только сам Бог может сделать это, чтобы мы жили мирно, и на земле мир, как пропели ангелы. И вот мы знаем, что в истории слова «три» имеет особый мистический смысл, связанный со словом «твордтроица». Так случилось 2 марта 1917 года. Царь Николай II отрекается в пользу брата Михаила. То есть Михаилом и заканчивается Русская империя. И вот теперь видим, что на арену приходит третий Михаил. Горбачев. Хотя его и не называли Михаил Третий. И этот огромный конгломерат, республик, различных государств, можно сказать, внезапно разваливается, как колосс на глиняных ногах. Снова пришел Михаил, и им заканчивается. 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 Заканчивается окончание. Слово «Владимир» имеет для русского народа тоже особое значение. Как объясняет священномученик, отец Павел Флоренский, князь Владимир приводит людей ко Христу, крестит Русь в Днепре. Приходит другой Владимир из дома Ульяновых и раскрещивает Русь. То есть ставится задача людей вернуть в язычество. Практически люди не остались без Бога. Стали поклоняться человеку и мощам человека. И при дверях стоит практически уже третий Владимир, у которого должна быть какая-то связь с людьми, которые связаны с нечистой силой. Особенно большая дружба была бы с теми, кто занимается так называемой экстрасенсорикой. Вот какой имеет смысл имя для человека, занимающего особенно большое положение. И вот здесь, при Октавиане... Там по вере, там по государству три Михаила, это по вере. Владимир крестил, Владимир раскрестил, и третий прямо к Антихристу, видимо, и подойдет. И вот здесь, при Октавиане Августе, было дано повеление сделать перепись. Перепись началась на шесть с лишним лет раньше. У евреев было обычае в перепись записывать только мужчин от 20 до 50 лет. Когда Господь Христос творил чудеса, то написано, что накормил 5000, 7000, не считая женщин и детей. У римлян же женщины поголовно входили в перепись. Поэтому каждый должен был явиться в город своих отцов, откуда было происхождение их предков. И поэтому Мария, хотя она и не способна была к длительным путешествиям, должна была явиться в город Вифлеем, откуда происходил их предок Давид. И там наступило ей время родить. А так как со всего Израиля там собирались люди, то места в гостинице им не нашлось. Далее прочитаем вторую выдержку из Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейским, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это Ирод, царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, поедите, тщательно разведайте омладенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. Вот, допустим, он бы не солгал, и они бы вернулись, и теперь царь пошел и поклонился. Вот как бы история тогда пошла? Вообще-то дальше-то, ну, поверить бы, если вот так он выполнил свои слова, ничего тут не фантазируя, и как бы это было? И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется, реченая Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянный волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Ефлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Тогда сбылось вереченное через пророка Еремию, который говорит, Глаз в раме слышен, плащ и рыдание и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода все, а ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Вот все, что нам известно из Священного Писания о Рождестве Иисуса Христа. Повторяю, что о Христе в Библии было почти 130 пророчеств, которые начали излагаться, даваться в письменном виде за 1600 лет в книге Моисеева. А фактически пророчество при первой о Христе было сказано 5508 лет до его рождения Адаму и Еве, что семя жены сотрет, размозжит головы змея бытия. И вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. То есть дьявола и всякое зло. Все эти пророчества полностью исполнились при рождении Господа нашего Иисуса Христа. Ну и дальше опять это. Это по радио была музыка и слова диктора. Я напоминаю всем слушателям, что они слушают радио канал 3 и на нашей волне традиционная воскресная христианская программа, которую для вас ведет православный проповедник Лапкин Игнатий Тихонович. Если у вас вдруг возникнут к Игнатию Тихоновичу какие-то вопросы, то вы можете их задать по телефону 77-1506. Дальше. Посмотрим хотя бы несколько пророчеств, предсказывающих рождение Спасителя мира. Это были передачи заранее записанные. Дальше. Иисуса Христа. Слово Иисус, имя его, означает в переводе с еврейского Спаситель от Матфея. Роди же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. Я хотел сказать, вот когда записывает, ну кто не знает как на студии, окно большое, например, вот такое окно, ну и высота такая, ты сидишь там в студии, а на той стороне, там на этом, ну который магнитофон записывает, пленка, и он смотрит. Вот она записывает, которая говорит, там махнул рукой, он стер. Ну помните, внучка президента, внучка-то, когда он начал записывать пять минут, то опять, ай, опять испортилось. Ну что это пять минут? Много это? Он, его опять, ай, по новой. И вот мы с ними работали, а я говорю, вы только когда будете там, вы мне показываете. Осталось пять минут, четыре, три, две минуты, одна. То есть вы мне говорите. И вот он записывает, смотрит там, как это, движется стрелка, запись, тут микрофон у меня, тут студия настоящая, государственная. И он потом мне сказал, ну он работник старый уже, ну всех записывает, туда-сюда, артистов. Первый раз, говорит, встречаю, чтобы говорили, я говорю, это не по бумажке, ни разу он, я ему не дал сигнал, ни разу. Так как это может быть. И точно обходить в эту минуту, в минуту, я говорю, вы мне показали, ну а минуту я уже определю сколько. Я вижу, что вот это можно упустить, вот это сократить, и вот это вот сказать где-то. Это от Бога будет. Вот, пожалуйста. А как узнать, от духа или не от духа, восприятие слушателей? Люди бросали работать. На работе, везде мне говорили. Вот, которые пришли через радиопередачи, сколько у нас людей было, которые уже умерли, в общем пришли через радиопрограммы. А сколько людей в храмы пришло. Я же не говорил в храмы не ходить. Это наоборот, отсылал в храмы Московской Патриархии. Это Бог. И вдруг сегодня какой-то там Дворкин, псевдоправославный меня называют, псевдопроповедник, там был лжемиссионер и прочее. И все, которые с миссионерским отделом связаны. Хамье. Хамье. Грубое, страшное, невежественное. И эти отделы, гноняки, нарывы, которые при епархиях сегодня создают они. А как? Молиться у Бога. Вот я нигде не чистился, ничего. Ко мне приходили, сами просили на радио, на телевидение, перед музеями, на конгрессах интеллигенции. Бог будет искать тебя, Бог. И будет находить, и люди будут обращаться. В самых, кажется, тем местах, где ни одна душа не обратится. Против экстремизма. Помню, я выходил, я вышел с Евангелем, в руках, Библию показал. Против экстремизма. Я говорю, я экстремист на капитре. А кто не экстремист? А тут президиум избран, сидят профессоры, академики. А остальные, которые сидят, это блевотина. Ой, как они это. Я стал объяснять, был бы холоден или горяч. А как ты теплый, я извергну тебя, это не мои слова, не обижайтесь. Ну, сильно помог доктор юридических наук, пришел Сорокин, Виталий, и стал говорить. А я потом позвонил, нашел его адрес, и говорю, а как вы могли так говорить? Он говорит, а у меня, зря стоят 12 книг, открытым оком. Мне есть, что вспомнить. И поэтому эти хулители, это, ну, мошкара, как Златоуз говорит, пис комара, жужжание жука и карканье вороны. Меня это нисколько не трогает. И вот я говорю, вот здесь, это не по бумажке, вот, которые места писания, это я прочитал. Дальше. Не во грехах, ибо многие думают, что достаточно прийти в церковь, поставить свечку или согласиться, чтобы ему мокрой ладонью задели за голову, и все, он спасен. Вышел со своими привычками, закурил и отправился на прежние подвиги. Спасет людей своих от грехов их, от грехов. Вот это православные вообще не знают. Ну, как же не знают, уже написано. Ну, вы меня слушаете или нет? От грехов. От грехов. Ну, запомни это. Не во грехах. Я пришел, и меня в грехах спасают. Нет. Обращение. Встреча со Христом происходит через принятие его в сердце свое, через исполнение его святых заповедей, когда в человеке меняется полностью все, и то, что было слева, становится справа, и наоборот. Когда человек решает переменить свою жизнь, отвергнуться от самого себя, взять крест и следовать за Христом. Вот одно из пророчеств, сказанное за 600 лет с лишних святым пророком Даниилом. Девятая глава. Здесь было предсказано, что царство Мессии, то есть посланника Божия, наступит в 70-ю седьмину, через 490 лет после выхода повеления о восстановлении Иерусалима в период могущественного из языческих царей, когда будет царь такого крепкого царства, которое будет названо Железным, как фактически названо Римское царство. Как же это произошло? Пророчество говорит о различных царствах, бывших до Римской империи. Вот какая передача была? И читаем по родословной линии об Рождестве Иисуса Христа, что происхождение его именно от Авраама, от Давида, как было предсказано из колена Иудина. Пришло время вывести и народ из плена Вавилонского. И вот, когда было дано повеление о строительстве храма, от этого времени начали отчитываться седмины. Люди, знающие священное писание, с точностью почти до одного года высчитали рождение Иисуса Христа. Повторяю, это не по бумажке, я говорю. Это Бог дал. Вот Иоанн Златоуст был первый проповедник, который начал говорить не по бумажке. А четыре столетия уже прошло. Четыре. И сколько здесь математических цифр? Господь приводит людей к встрече с Собою различными путями. Мы видим здесь две категории людей. Первая, пришедшие к Нему, люди самые простые, незнатные, люди природы, которые бодрствовали, те, которые охраняли свои стада, трудящиеся. Другая категория лиц, это волхвы, в древности так называли звездочетов и мудрецов. Не надо это прилагать к астрологии, а то пытаются по различным планетам определять свою судьбу. Это запрещено церковью как волшебство. Здесь явилась не просто звезда, но, как говорит Иоанн Златоуст, некая ангельская божественная сила. Она шла не столько низко, быть может, касаясь верхушек деревьев. Они предполагали так, думали, что с рождением великих людей царей на небе являет... Царей на небе. Царей на небе является особая звезда. Ударение-то не туда, царей на небе. Да нет там царей на небе. То значит, кто-то умер. Им Господь показал, так как они привыкли так думать по их верованию. И они пошли, взявши с собой дары. Сколько они шли, когда они вышли, мы не знаем. Быть может, за два года, потому что шли они через пустыню. Это медленное дело было, потому что ехали на верблюдах. Откуда же они пришли? Согласно святых отцов, считается, что они были потомки Валаама, пророка, из Персии. А этот пророк задолго, за 1600 лет, до Рождества Христова, говорил о том, книга чисел, вижу его, но ныне еще нет, злю его, но не близко. Восходит звезда Теакова, и восстает Жезл от Израиля, и раздит князей Муава, и сокрушает всех сынов Сифовых. И придет Тот, начало которого одни вечных. Михей, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из Тебя произойдет мне Тот, Который должен быть владыкой в Израиле, и Которого происхождение из начала одни вечных. Какая ты звезда? Вторая Петра. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Откровение. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам, сидя в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Кто такая звезда? Берой доказательства, берой доказательства. Дальше. Очевидно, что это пророчество передавалось из поколения в поколение, и через 16 столетий потомки Валаама пришли поклониться Спасителю. Не просто принесли золото, как царский металл, но это означает, что родился царь царей и Господь господствующих. Все, что касается жизни нашего Спасителя, имеет особый божественный, таинственный или сакральный смысл. Золото означает, что хотя он лежит сегодня в яслях, хотя его окружают самые незнатные люди, и матерь сама его спеленала и положила рядом с ягнятами, там, где находится корм для скота, откуда в дальнейшем и название детских яслей. Но в дальнейшем он будет царем над Израилем, над всей вселенной. Сегодня свыше одного миллиарда из ста миллионов признают Христа своим царем. Как узнать, что он царь? В первую очередь царя узнают по его законам. Если человек исполняет закон, изданный каким-либо императором, то этим самым он признает владычество этого властителя. Мы знаем, что законы Китая и законы Турции не действуют в России, так же, как и российские законы не имеют никакой силы в Испании. Так всегда и было. Но в мире есть только одно царство, одного царя, законы которого действуют на территории всего мира и в течение двух тысяч лет. В законодателях есть Христос, который дал эти законы Духом Святым через святых своих пророков. И в Турции, и в Испании, и в Америке есть христиане, которые исполняют законы Христовы. А если есть законы, противоречащие законам евангельским, то истинные верующие предпочтут лучше пострадать за нарушение государственных законов, если они несправедливы, если противоречат евангельским. У хорошего государства, как правило, законы не могут противоречить тому, что дал нам Господь. Любить ближнего, любить Бога и жертвовать самим собой, подчиняться властям и справа наплатить налоги. Это все написано в Евангелии. Слово Божие призывает каждого человека остановиться на своих путях и рассмотреть свой путь Иеремия. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый и идите по нему и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Вот 16 стих, для меня был один из коренных стихов, когда я начал искать путь древний и почему я нахожусь в православии. И вот, принеся золото и ладан, они показали, что Он, Христос, одновременно будет и первосвященником, хотя Он и происходит из царского рода Иудина. А священники были все из колена Левиина, но в данном случае Христос является ходатаем за наши грехи, то есть Христос римлянам, который предан за грехи наш и воскрес для оправдания нашего от Матфея. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Он молится, Иоанна 17 глава, приносит за нас ходатайство, просит о прощении наших грехов. И третий дар смирно. Смирно смешивалось с алоэ и другими веществами, которыми намащивались тела умерших людей, предохраняя тело от гниения. Тела. Тела от гниения. Это не была бальзамация, но такой был порядок при погребении умерших в Израиле. Смирно говорит о том, что Христу надлежит быть убитым, что Он должен был быть распят на кресте для нашего оправдания. Он умер за наши грехи. Вот почему поется «Взглянь, взглянь, грешник, взглянь, взглянь на раны Христа, на терновый венок и познай, как в любви он высок». Что же случилось далее в эту рождественскую ночь? О, как бы я желал огнем пылая веры и душу скорбную очистив от грехов увидеть полумрак убогой той пещеры, где воссияла вечная любовь, где дева над Христом стояла пресвятая, взирая на младенца взглядом полным слез, как будто страшные страдания прозревая, что принял на кресте за грешный мир Христос. О, как бы я хотел облить слезами ясли, где возлежал Христос младенец и с мольбой припасть, молить его о том, чтобы погасли и злоба и вражда над грешной землей, чтоб человек в страстях озлобленный, усталый и стерзанный тоской, жестокой борьбой забыл столетие больного идеалы и вновь проникся крепкой верой святой. О том, чтоб и ему, как пастырем смиренным в рождественскую ночь с небесной высоты, звезда чудесная огнем своим священным блеснула полная нездешней красоты. О том, чтоб и его усталого, больного, как древних пастырей библейских и волхвов, она всегда вела в ночь Рождества Христова, туда, где родилась и правда, и любовь. Иванов Вячеслав, с момента рождения Господа нашего Иисуса Христа прошло уже две тысячи лет. Сколько написано поэм, сколько пьес, какие музыкальные произведения восславили эту чудную ночь, даже воюющие стороны, известно, прекращали воевать. Отъявленные недруги и враги старались как бы примирение хотя бы на время провести эти рождественские дни. Тем более, что с сегодняшнего дня до 19 января до крещения Господня время называется святки. Святое время, как свято мы их должны проводить. Богу нашему слава во веки веков. Видите, какие они не похожи и поэтому перед тем, как говорить проповедь или слово, я никогда стараюсь не считать, что до этого было сказано. Чтобы, ну, что известно, я по неволе как-то будет отлагаться и буду повторять чужие слова. Я просто молюсь. Молюсь, сказал одну проповедь, начальна молиться, еще открывается одна, еще одна. Вот о преображении у меня столько проповедей, ну, как о Рождестве, о Пасхе. Богу нашему слава. Ну, все, наверное.